доброе утро дорогие друзья так сейчас немножечко подождем пока подключится сегодня у нас очень актуальная тема не только для жителей стамбула но и для людей которые хотят приехать в этот прекрасный город да и мы сегодня поговорим о том как найти работу в турции именно в стамбуле именно 5 способов и решим привет так но наверное начнем потому что времени совершенно нет пока подключаются я дам небольшие статистические данные данные по стамбулу ну во первых наверно начнем с того что вообще во все времена люди ехали в большие города покидали свои деревни покидали свои села покидали маленькие города покидали большие города в пользу еще больших городов а в поисках возможностей всегда есть люди которые которым тесно в том месте где они находятся и они хотят они хотят изменения они хотят чего-то нового им тесно как я всегда говорю королевство маловато разгуляться негде вот и и конечно же почему так происходит потому что конечно же в большом городе всегда возможности больше для заработка да конечно же люди ищут работу вернее ищет возможности всегда ищет возможности заработать и если у человека нет дохода то ну ситуация усложняется в несколько в несколько десятков раз поэтому и даже вы заметили да когда наступают кризисные времена сейчас тоже не исключение всегда приток в большие города больше когда экономические кризисы всегда отток из маленьких городов пользу больших городов всегда больше потому что в маленьких городах и так мало работы а в период кризиса ее еще меньше вот и смотрите почему почему люди многие люди многие пишут мне в личку интересуются возможностью поиска работы и как вообще найти работу в стамбуле я еще раз я всегда об этом говорю и сегодня тоже не исключение сегодня еще раз скажу что то о чем я говорю на основании моего жизненного опыта опыта проживания в стамбуле это только мой личный опыт и это только стамбул потому что стамбул это государство государстве это особенный город в турции и когда мне говорят ой у нас вот в анталии так да девочки друзья мои до в анталии может быть так но в стамбуле по-другому и в измире может быть по другому потому что стамбул это особенный город это город мирового значения это это не просто какой-то больше просто большой город нет это город с большим интересным прошлым с большой интересной историей и этот город теперь немного статистики до географических данных один из самых больших больших городов мира стамбул а именно на месте номер 4 он находится то есть он в списке самых больших городов мира на четвертом месте после шанхая пекина и мумбаи да ну по сути надеюсь никого не обижу и самых адекватных в общем городов он на первом месте я могу даже так сказать да ну что понятно что в китае будет самое большое количество населения и города будут на первом месте и так просто для сравнения до москва в этом списке на двадцать четвертом месте санкт-петербург на семьдесят четвертом месте астамбул на четвертом количество населения это кстати по данным вот за 17 августа 2020 года то есть текущие данные вот буквально свеженькие четвертое место в мире стамбул занимает естественно здесь гораздо больше возможностей чем ну в городах поменьше но мы не должны забывать о том что чем больше возможностей тем выше конкуренция и конкуренция здесь на рабочие места тоже очень высокая и найти работу наверное не так просто как многие себе представляют вот и сегодня мы рассмотрим пять способов пять возможностей пять вариантов трудоустройства в стамбуле опять же скажу это это отдельный город отдельные правила потому что возможно в алании что-то другое возможно там не знаю в измерии в бурсе еще где-то еще какие то есть другие возможности сегодня будем говорить девочки и мальчики только про стамбул и так вот я себе даже здесь накидала ну первые это наверное сегодня будем говорить вообще про легальные способы будем говорить про легальные способы значит первое смотрите это самый известный и самые наверное простой и самый самый надежный самый надежный способ это приехать по рабочему приглашению уже с рабочей визой уже с готовым местом работы и со всеми отсюда вытекающими пряниками что это означает это означает что вы у себя дома специалист такого высокого уровня что вас приметили и пригласили на работу в турцию что таких специалистов как вы очень мало и вам здесь готовы предоставить место для работы пригласить иностранца очень сложно турецкую компанию поэтому вы должны быть на самом деле очень высокого уровня специалист какой-то удивительной квалификации и конечно я бы здесь знаете после это это возможно я уверена что среди вас есть такие люди и просто может быть вы еще не заявили о себе такой вариант тоже возможен и смотрите значит мой совет в этом именно в этом пункте если у вас есть такая идея если у вас есть мечта переехать из своего города в стамбул например но я предлагаю вам подсуетиться со мной поищите турецкие компании с офисами в стамбуле подайте резюме сходите покажите свои работы как-то проявите очень мало шансов если вы будете сидеть у себя в конторке мечт просто мечтать и ничего не делать ну как-то начните поиски уже и я точно знаю что если вы приложите максимум усилий то вы обязательно найдете такую возможность но вот ну под по моему опыту я точно знаю что это возможно это возможно далее второй способ второй способ это если вы махнули рукой если вы такой рискованный человек что вы решили сначала приехать а потом найти здесь работу так тоже так многие честно говоря поступают по разным причинам но в основном это причина доверчивости доверчивости недобросовестным некачественным блогерам недобросовестной и поверхностной информации которая есть в соцсетях из того же самого инстаграм из каких-то чатах друзья друзей мне сказал мне подруга моей соседки сказала что вот ты приедете там вообще вот прям на расхват а друзья мои нет ни на расхват ну в основном такие люди устраиваются куда могут это домработницы это сиделки здесь кстати это очень распространено когда за больными ну и нет не просто больным вообще за стариками нанимают сиделку ухаживать нанимают ухаживать сиделку обычно эти сиделки из стран постсоветского пространства то есть это это ей но здесь здесь можно все страны абсолютно перечислять здесь нет исключения по советское пространство все раб ну здесь мало кто работает из турчанок сиделками мало я говорю сейчас опять-таки про стамбул маленьких городах возможно да а почему потому что у наших спрос меньше у нас наши женщины привыкшие пахать и от безвыходности от того что они оказались безвыходной совершенно ситуации они согласны буквально на все и знаете это на самом деле ситуация очень печальная потому что я в силу своего бизнеса тоже сталкиваюсь с такими женщинами и например сейчас когда был карантин а турки очень пугливый народ паникеры страшно все страшные паникеры вплоть до истерики если там ты где-то там масочку немножечко отодвинул народ начинает вообще просто истерить вокруг могут и полицию позвать на общем они очень по очень всего боятся и ну говоря такой я не могу выйти мне хозяин запрещает народного чего но рабство за давно закончилось уже какой хозяин запрещает то есть ну вот это вот вот это в голове понимаете хозяин запрещает мне выходить на улицу и люди это терпят и но безвыходности естественно безвыходности от того что вот мы сейчас второй пункт разбираем да это когда человек не не проанализировав информацию не поискав достоверные источники не посмотрев на статистику не и вообще не подготовившись просто наобум приехал в этот город ой мне же там сестра моей подруги этой соседки в соседней деревне сказала что здесь работу найти вообще легко вот таких людей очень много самое печальное они еще приезжают с детьми но потому что наверное дома тоже какая-то безвыходная ситуация приезжают детьми и потом они находятся буквально в рабстве в прямом смысле этого слова они никуда выйти не могут ничего сделать не могут там есть один плюс но в любой ситуации да есть плюсы плюс то есть человек на которого они работают условно говоря и хозяин как они называют делает им рабочую визу то есть снова специальных иммиграционных органах они там подают это на самом деле не трудно совершенно сделать они говорят что вы у нее работаете и таким образом вам оформляется рабочая виза то есть вы находитесь стране вполне легально вот в этом есть плюс но есть и подвох я всегда буду говорить вам об опасности которые вас подстерегают да может кто-то не в этом не говорит я обязательно буду говорить что вы предусматривали такие ситуации опасность в этой ситуации какая как в поговорке знаете я хозяин своего слова я захотел дал слово захотел взял обратно так вот вот этот человек который пишет завод заявление в иммиграционку что вы у него работаете и на этом основании вы получаете визу он без вашего ведома в эту же иммиграционку может написать заявление что он вас уболил вы больше там не работаете ваша виза автоматически в этот же день ее аннулируют даже без вашего ведома вы его не будете об этом даже знать что у вас теперь ваша виза рабочая который вы получили и память дать документ она теперь не действительно и вы даже не будете знать и предполагать не будете что всегда есть возможность того что иммиграционные службы придут сначала вас посадят в кутузку наложит большой штраф а потом депортируют такие вещи тоже происходят очень часто потому что турки народ непредсказуемый народ горячий и очень импульсивный очень импульсивный они могут обидеться и даже иногда вам не сказать обидеться и какую-нибудь подлянку вам подложить в виде того что лишить вас рабочей визы еще и пойдут напишут в полицию и за вами придут и просто депортируют таких случаев очень много я не пугаю это не страшилки поймите это жизнь и моя целевая аудитория то есть люди которые меня смотрят это в основном взрослые взрослые люди и в основном у вас уже есть дети поэтому пожалуйста не рискуйте так и кстати вот к этому же пункту знаете что относится один случай у меня был я делала для маль документы у нас в консульстве казахстанском и там я встретил одну молодую девушку ей всего лишь 18 лет было она турчанка сама по национальности но из из джамбула из тараза из казахстана а нет она из чем кента было да она была из чем кента ее пригласила работать ее тетя тетя живет в анкаре так вот смотрите девушка живя в чем кенте но это это большой город это тоже миллионник но с работой там тоже я знаю очень плохо она и говорит приезжай сюда в анкару я тебя устрою в магазин в общем классно родная тетя заметьте когда девушка приехала 18-летняя в анкару то у нее забрала документы и продала ее бордель если бы я не видела эту девушку лично своими глазами если бы я с ней не разговаривала я бы решила что наверное эта история уже с прошлого века наверное уже на такие уловки никто не идет и наверное уже такого не бывает бывает до сих пор это бывает и она сбежала родная тетка продала девушку в бордель можете себе представить турчанка и эта девушка сбежала у нее были там какие-то деньги на билет на автобус это не совсем недорого стоит она говорит я заплатила за автобус приехала вот в консульство с просьбой чтобы ее домой назад отослали потому что у нее не было ни денег вообще но вообще ничего не было и она там два два дня ее тоже в консульство не пускали в консульстве нашем сказали ах ты нагулялась такая сякая обозвали ее еще по всякому и сказали и вот где-то гуляла туда иди ну мы там там всей толпой всей очередью собрались там написали заявление слава богу ее эту девочку ее в этот же день посадили на самолет отправили в алмату то есть ну представляете такие тоже истории бывают и прежде чем отправлять ваших дочерей и сыновей куда-то на заработок если приглашают родственники в любом случае даже если это близкие родственники проверьте пожалуйста не отправляйте детей вот ну наобум я честно говоря сама в 20 лет эмигрировала первый раз и ну это 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 совершенно другой опыт и мы воспитаны были по-другому и ну в общем следите за своими детьми и не доверяйте вообще никому доверяйте только своим глазам своему опыту жизненному и естественно своему чутью дают тут интуиция тоже не на последнем месте так вот этот этот вариант очень опасный и многие конечно вот так приезжают устраивается работать гидом там домработницы где-то сиделкой если особенно есть медицинское образование так они турки с удовольствием берут таких людей в наим платит конечно копейки а можно устроиться там на работу в магазин там на лялили или ваксарай где-то известный там шоппинг районы наверное весь мир их знает вот но будьте аккуратны если вам предлагают какие-то уж сильно сильно выгодные условия всегда 10 раз лучше проверьте 10 раз уточните а может быть стоит съездить на место и проверить и потом уже дать согласие но хотя бы но как-то себя подстраховать чтобы и не получилось как сказать с этой девочкой девочка мама отправила написать родители отправили ее там под заработать в магазин а в итоге она попала вообще в публичный дом и тоже у это вообще просто ужас я на нее смотрела у меня вообще сердце разрывалась потому что ну я в ней видела дочку свою она это был январь месяц холод жуткий в стамбуле просто такой холод ни одна одежда не помогает она двое суток ночевала в парке у нее даже воды не было можете себе представить потому что наше посольство тоже извините конечно за выражение говняки ищу те пока они не испугались прессы пока они не испугались каких-то публичных заявлений только тогда они они тогда ее быстренько там взяли накормили слава богу и билет предоставили а так тоже ну вот я прям была очень сильно возмущена так вот это второй способ теперь третий но на нем мы долго останавливаться не будем 3 это студенческая виза если вы хотите учиться в стамбуле в стамбуле многие приезжают учиться здесь и знаменитый истамбул юниверсити да как один из самых старейших университетов в мире который был основан еще в 15 веке представьте в 15 веке уже университет здесь был когда многие еще все даже не знали что такое что такое письменность некоторые не знали некоторые народы ноги приезжают это конечно неплохой способ получить дополнительное образование и смотрите с этого года есть изменения в получении студенческой визы раньше студенты могли вернее не могли раньше студенты должны были сами получать студенческую визу но естественно многие жульничали там подделывали себе какие-то документы еще что-то типа они тут поступили в университет и на основании этого получили получали студенческую визу сейчас этот момент эту лавочку прикрыли и студенческую визу делает и выдает вам непосредственно университет то есть сам университет после того какой там прошли конкурс оплатили или там не оплатили в зависимости от условий до вашего поступления вы подаете необходимые университет документы непосредственно администрацию вашего университета вашего учебного заведения и они уже сами вам делают визу ну для честных для честных студентов я считаю что это идеально да вам не нужно по этим душным коридором ходить там что-то делать так далее и вот когда вы получаете студенческую визу то есть ну при чем тут работа вы можете конечно же еще и подработать то есть вот в этом случае вас с удовольствием возьмут потому что вы в стране находитесь легально то есть геморрой по поводу вашего там по поводу вашей легализации у работодателя уже нет и ну и студенты как правило они таки ничем не обременены и готовы работать и днем и ночью или и мало при этом хотят при всем при том при всем трудолюбии они еще и не очень требовательны так следующий мы подходим к самому интересному следующий пункт по поводу трудоустройства в стамбуле это открыть собственный бизнес вы можете открыть собственный бизнес здесь это не трудно и он сразу скажу это делается гораздо легче чем например казахстане недорого и для этого вам нужно будет ну понятно определиться с родом деятельности да и обратиться бухгалтерскую контору здесь знаете у нас например казахстане но оформлением юридического лица занимаются юристы юридические конторы здесь не юристы я была очень удивлена и здесь в турции этим занимается бухгалтера ну не все конечно да те которые имеют специальную квалификацию то есть у них там есть какой-то доступ определенный стоит это сразу скажу что к нашим русскоязычным старайтесь не обращаться если у вас есть хоть какая-то возможность там коммуникации с турками лучше наймите переводчика и обратитесь в турку это вам обойдется дешевле гораздо потому что наши соотечественники дерут вообще в три шкуры пользуясь тем что они пользуются тем что люди просто не знают языка и доверчивые потому что думают ой ну мы же типа там по-русски разговариваем и все там с одной страны и с бывшей и так далее наши люди надеются на какое-то знаете понебратство понебратства здесь нет никто вам скидку не сделает и я более того скажу если турок возьмем за эту услугу где-то пять-шесть тысяч лир ну в зависимости от опять-таки условий налогов от рода деятельности выбранного ваш вами то наш соотечественник русскоязычный да там с узбекистана азербайджана с кавказа с россии неважно откуда там с украины или еще откуда-то они возьмут с вас тысяч десять поэтому не ведитесь на то что вы с ним разговариваете на одном языке лучше не по но не побоитесь того что найти турка найти переводчика и все-таки воспользоваться услугами турков они как-то более более честные и и дешевле это все гораздо дешевле так вот открыть свою компанию не трудно опять-таки вести бизнес турции несложно потому что здесь дают бизнесу дают дышать нет этих бесконечных поборов нет бесконечных каких-то приходов налоговой инспекции налоговой там полиции пожарников каких-то санитарно-эпидемиологических служб которые все хотят себя чего-то взять нет здесь бизнес живет спокойно главное ты работай главное плати налоги и все от тебя ничего не требуется соблюдай соблюдай закон и ты можешь спокойно работать вообще просто спокойно и никто тебя не будет там прессовать никто не будет тебя попросить дополнительных каких-то взяток денег там еще что то но здесь обратите внимание наличие компании не предусматривает рабочую визу для того чтобы открыть компанию вам не нужна рабочая виза то есть вы можете иметь бизнес в стамбуле при этом вы можете жить где угодно естественно поэтому вам рабочая виза для этого не нужна но если вы все-таки хотите получить рабочую визу на основании того что у вас есть здесь компания вы должны учесть такой момент согласно законодательству турции на каждого иностранного а вы в этом бизнесе иностранец на каждого иностранного сотрудника вы должны взять на работу официально 5 турков вот то есть если вы хотите получить рабочую визу на основании того что у вас есть компания то есть официально сами себя трудоустроить свои компании, вы должны официально трудоустроить еще и 5 турков. 5 турков трудоустроить – это очень дорогое удовольствие, я вам скажу, потому что здесь очень дорогая страховка ежемесячная, которую вы должны будете, вы как работодатель, выплачивать и так далее. Но я вам скажу так, согласно закону, вы можете присутствовать у себя в компании парт-тайм, не весь рабочий день, а приходить на 1-2 часа в день, периодически, то есть это закон не запрещает, для этого вам совершенно не нужна рабочая виза, для того, чтобы прийти в свой офис и так далее. Мне кажется, это очень хороший вариант, но, конечно же, для него в любом случае нужны начальные капиталы, начальные какие-то деньги, для того, чтобы что-то начать делать. Опять же, обратите внимание, что конкуренция в этом плане очень большая, потому что Турция, конечно, живет за счет малого бизнеса. Турция, здесь очень много маленьких каких-то фабрик, маленьких ресторанов, маленьких заводиков, прям совсем массюсеньких, маленьких магазинчиков, маленьких, я не знаю, чая, чаевен, там, где можно просто чай попить, да, позавтракать и так далее. Турция живет за счет малого бизнеса. Турки очень поддерживают своих, своих кормильцев, да, налогоплательщиков, очень их защищают. И вот если вы хотите что-то привозить, конечно, ознакомьтесь, прежде ознакомьтесь на берегу, до того, как вы уже в омут скаловой там нырнули, ознакомьтесь с налогообложением, ознакомьтесь с законами, потому что вот здесь вас могут ждать сюрпризы. И просто возьмите и проконсультируйтесь с грамотным. Если вы хотите что-то завозить сюда, поговорите с грамотным брокером, с грамотным брокером, да, и советую вам поговорить с турком, с турецким брокером, не наш, не... Я вообще не рекомендую вам связываться с нашими гражданами, которые здесь говорят, я живу здесь 10 лет, 20 лет, за малым исключением, вот за малым. Именно те, которые работают в таких сферах, там, как риэлторские услуги, прям будьте осторожны. Есть честные, безусловно, есть честные, но очень много нечестных. Поэтому дома, когда мы сталкиваемся с этим, мы как-то не очень... Ну, мы реагируем, конечно, на это, но всегда дома, всегда легче пережить это все, потому что у тебя есть всегда там знакомые, у тебя есть даже, ну, как бы само ощущение, да, что ты дома и что, собственно, ты вернулся к себе домой, и у тебя есть там друзья детства, одноклассники, там, коллеги, еще кто-то. Есть поддержка всегда, есть какие-то свои места силы, да, вот, всегда как-то это легче переживается, обманы и так далее. А здесь это все чревато потерей больших денег, потерей времени, а еще хуже, еще хуже в самых крайних случаях, это еще чревато тюрьмой, потому что... Еще раз хочу сказать, что турецкие граждане очень импульсивные, несмотря на их доброжелательность. У них очень много положительных качеств, да, и они добрые, и открытые, и такие очень приветливые, и такие по... по наим... наивно простые бывают люди, но при этом они очень истеричные, импульсивные, злопамятные, и это нужно учитывать. Потому что если вы будете работать где-то нелегально, соседи всегда могут на вас настучать, что они с удовольствием делают. Ну, например, там массаж дома делают, да, думают, вот я прекрасная массажистка, я сейчас приеду в Стамбул, там у меня там есть клиенты, они будут порекомендовать. Друзья, да, это возможно, но это очень большие риски, это реально очень большие риски. К вам в любой момент может прийти иммиграционная служба, вы можете, конечно, работать и гидом, там еще что-то делать, но это очень опасно. Это опасно, я сейчас вас не пугаю, я серьезно говорю, если вы решили переехать сюда и воспользоваться моими советами, я буду очень рада. И вот так пятый, да, вот четвертый у нас был, это открыть собственный бизнес, и пятый, это я вам тоже предлагаю рассмотреть в этом плане сетевой бизнес, потому что это бизнес, и бизнес международный. И здесь есть один большой плюс. Если, например, вам в Стамбуле не понравилось, имея хорошую структуру, поставив на ноги свой бизнес, вам для этого понадобится от шести месяцев до двадцати четырех, то есть с шести месяцев вы можете уже получать прямо очень достойные деньги, прямо очень достойные, на которые можно нормально жить. Если вам вдруг в Турции в этом плане не понравится, вы можете вообще без проблем уехать в Испанию, уехать, не знаю, в Грузию, уехать в Европу, в Америку, неважно куда, вы можете уехать в любую точку мира, и там попробовать. Там не понравилось, еще куда-то попробуйте, да, уехать. Здесь вы не привязаны локально к месту проживания, да, то есть ваш офис – это вы, ваш офис – это вы лично сами. Поэтому где вы, там и ваша работа. И в этом случае, находясь в сетевом бизнесе, вы можете жить где угодно, как угодно, с кем угодно, и по тем правилам, по которым вы хотите жить, с тем климатом, с кем вы хотите жить, с теми соседями, с которыми вы хотите жить. Это огромное-огромное преимущество для людей, которые хотят быть свободными по-настоящему. И я советую вам тоже рассмотреть этот, с моей точки зрения, самый надежный вид, потому что здесь, в этом случае, вам не нужна совершенно рабочая виза. И вы можете, так сказать, постелив соломку, если, например, вы планируете следующим летом, или там весной, например, переехать в Стамбул, вы можете уже сейчас зарегистрироваться в компании, начать сейчас уже бизнес, и вы спокойно себе весной можете переехать, уже имея стабильный доход, и не переживая о том, что вы останетесь без средств к существованию. И если у кого-то будут вопросы, пожалуйста, пишите в личку, я с удовольствием проконсультирую, отвечу. Так вот, друзья, что я хочу сказать. Я очень... В заключении я хочу сказать, я очень уважаю людей, очень уважаю людей, которые вот так вот вот так вот взяли и решили, и переехали в другой город, в другую страну, на другой континент. Это не, конечно, это не для слабонервных. Это люди, у которых есть стержень внутри. Есть, конечно, категория граждан просто безрассудных, которые наобум, да, вось повезет. Но тем не менее, в этом случае нужно иметь стержень, нужно верить в себя. Это люди очень сильные. А сильным людям все по плечу. Поэтому, даже если вы оказались в какой-то сложной ситуации, вы всегда найдете выход. Так вот, кто кого заинтересовал этот эфир, пожалуйста, пишите комментарии. Я с удовольствием отвечу на вопросы. Вот, потому что, конечно, за полчаса все не расскажешь, все не охватишь. Но я охватила, постаралась охватить ну, наиболее такие, наверное, доступные и, естественно, легальные. Поэтому всем большое спасибо, что вы со мной были. Всем, да, всем привет. Пишите. Спасибо за лайк. Всего хорошего.